Повышается эффективность охраны государственной границы. Прежде всего, значительный шаг сделан в инженерном оборудовании и техническом переоснащении. В Пинском пограничном отряде созданы и функционируют инженерно-технические подразделения для выполнения всего спектра работ по оборудованию границы. 21 января они отметили свой профессиональный праздник. Чем живут пинские инженеры-пограничники в сюжете нашего корреспондента. Самый ответственный объем работ по оборудованию границы отводится Центру инженерного обеспечения пограничного отряда. Инженеры-пограничники выполняют сложные, трудоемкие задачи. А это оборудование – контроль на следовой полосы, установка оградительного забора, отсыпка ракадных дорог, возведение мостов и наблюдательных вышек, строительство гати и водопропускных сооружений. Это малая часть того, что сегодня выполняют военнослужащие Центра инженерного обеспечения, от которых требуется специальная подготовка. Имеющиеся оборудование и техника, опыт и профессиональные умения специалистов позволяют выполнять широкий спектр инженерных работ на границе. За последние пять лет инженерная инфраструктура Пинского пограничного отряда претерпела существенные изменения. Так, силами Центра инженерного обеспечения и подрядными организациями был выполнен большой объем по инженерному оборудованию государственной границы. В том числе оборудовано около 80 километров рубежей охраны, 50 километров пограничных дорог, возведено 46 километров заграждений из сетки сварной, поставлено на боевое дежурство две волоконно-оптических санкционных системы «Ворон» общей протяженностью более 40 километров. И это далеко не полный список, ведь процесс обустройства границы непрерывный. Вот и сейчас активными темпами проходит обустройство рубежа охраны в Драгичинском районе, где задействовано большое количество людей и десятки специальной и автомобильной техники. Самая большая трудность и самый трудоемкий процесс – это подготовка рубежа к возведению забора. Это в первую очередь разметка рубежа, в дальнейшем идет вырубка кустарников, древесины. Мы находимся на полесье, это блота, русло старых рек, озера. Все это приходится приводить в надлежащее состояние, если посмотреть на рубеж. Вносит коррективы и погода, мороз, холода. Рубеж основных инженерных сооружений – это то же самое, что и рубеж охраны – оборудуется от 500 метров до нескольких километров от границы. В результате завершения всех работ он представляет собой две контрольно-следовые полосы, оградительный забор и дорогу. Само ограждение оснащается так называемой интеллектуальной системой, а это сигнализационные приборы различного типа, камеры видеонаблюдения. Дальнейшая эксплуатация и обслуживание также ложится на плечи инженерных подразделений пограничного отряда. Наши результаты работы. Это облегчается несение службы пограничным линейным заставам, в первую очередь. Меньше можно использовать людей, больше в охране участвуют интегрированные все системы. Самое главное, наверное, в нашей работе – это облегчить службу нашим товарищам, пограничникам, которые несут службу на пограничных заставах. Служба в Центре инженерного обеспечения всегда была делом нелегким. Точные строительные расчеты, эксплуатация инженерной техники, физические нагрузки, погодные условия. Мы стоим на этом месте, мы приехали, здесь был лес, росла лоза. Мы сначала испугались, как говорится, глаз боится, а руки делают. Когда уже приезжаем на готовое, тогда уже радуется глаз, и все хорошо, и рады, что мы производим такую работу. Несмотря от сложности и многогранности задач, инженеры умело используют свои знания и навыки и добиваются наибольшей эффективности при выполнении работ. Каждый из них ответственно относится к своему делу, ведь оборудование государственной границы – это важный шаг на пути к повышению эффективности охраны границы и обеспечению надежной охраны рубежей страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok